Итак, друзья, у меня для вас плохая новость. Вы все в тазике. Как придумать дизайн на миллион, а потратить 3 копейки? Я от клиентов это постоянно слышу. У меня идея сделать скрытый кондиционер. Это не идея, это прием. Мы сделаем табличку. Вообще, посмотрим на это с точки зрения математики мы сейчас с вами. Вот все эти приемы, они не работают, пока нет идеи. Идея нужна для чего? Чтобы интерьер получился вкусным и атмосферным. Я называю это атмосферным дизайном. Вот есть дизайн простой, а есть дизайн атмосферный. Давайте пример приведу. Вот вы же все кушаете, правильно? Только не говорите, что кто-то не ест на диете там. Вот вам где больше нравится? В столовой или в ресторане? Атмосфера, да? Причем в каком-то больше нравится, а в каком-то меньше. Потому что где-то вот какая-то атмосфера, которая более близка вам. Вот что такое идея. Давайте еще один пример. Банки. Вот раньше заходишь в банк, и что с тобой происходит? Что за Алькатрас? Ну просто какое-то казенное учреждение, сбежать хочется. Тебя здесь не любят. Ну точно. Деньги давай сюда, пошел вон. Все, ну да, такое же раньше было. А сейчас? Как Сбер преобразился? Как Альфа преобразилась? Ну ты же как домой, блин, пришел. Тебя как родного там встречают. На креслах, диванчики там. Растения, кофеек тебе дают. Это что? Атмосфера. Зачем? Чтобы вас расположить. Идея это нечто больше, чем просто картинки. Это больше, чем просто какие-то приемы. Ну рейки, ну окей, ладно, хорошо, рейки. Ну треки, ну ладно. И что? Все вот это, о чем я рассказываю, укладывается в структуру работы на дизайн-проектах. Я это называю дизайн-заводик такой, да? Ну то есть, почему заводик? Потому что что-то там такое происходит, никто не знает, что. Потому что не видит, не понимает, да? Клиент пришел, тебе техзадание выдал и ждет три месяца. Что там происходит? Вот что-то там происходит. А вот там происходит следующий процесс. Вот он такой. Вот он выстроен в таком порядке. Это, если хотите, как цеха. И вот мы через все эти цеха проходим. И идея интерьера, вот она у нас возникает на третьем этапе. После того, как мы расширим кругозор. Вот мы с вами сегодня немножко расширили, а мы вот еще больше расширим. Например, там про кухню поговорим там и так далее. После того, как мы инструментами завладеем некоторыми. То есть, мы уже перейдем к придумке интерьера. Как это делается? Это тоже процесс очень увлекательный, интересный. Как придумать, как сгенерить идею. После того, как она, соответственно, сгенерится, уже, а что с ней дальше делать? Как ее в интерьере того, ну, как ее выплеснуть в интерьер-то? Как материализовать ее? Это тоже процесс. Но сейчас я хочу вам показать примеры. Первый пример. Сейчас мы перейдем к дизайнерам, к топ-100. А здесь я хочу показать пример дизайна, который вот сделала девушка, которая на курсе. Она не дизайнер фломастеров, никогда, в принципе, не держала. У нее, знаете, какая идея была? Значит, есть такой японский режиссер, Маядзаки, да, или как у него? Ну, который мультики-то вот эти классные делает. Вот у него была такая вот идея. То есть, это какая-то такая японская линия. Это какие-то вот эти странные миры. И вот за счет форм, цвета, она эту историю рассказывает. За счет фактур, за счет материалов. Ну, вот, например, вот эти перегородки, да, они и рисовые вот эти перегородки, которые японские-то вот эти, да? У них же все вот это вот, татами, да, рисовые перегородки. Они еще сделаны так, что там тени вот так играют. Ну, то есть, это какой-то другой мир вот этого режиссера. Он же все время там какие-то параллельные миры выстраивает. Вот здесь тоже у нас такой своеобразный параллельный мир. Атмосферный дизайн, он направлен на конкретного персонажа, ну, или на семью. И задача понравится им. И это самое важное. В ресторанах, в банках, про которые я вам как примеры привел, там делаются общие такие приемы, да, ну, которые условно нравятся всем. Вот, особо там не копая как-то глубоко в персонале. Это Ильза Кроуфорд очень много спроектировала для Икеи, например, английский дизайнер. Я потом советую вам их отдельно погуглить всех. Это прямо реально такие величины, прямо на которые стоит смотреть и равняться. Она называет свои интерьеры, человеколюбивые интерьеры. Вот смотрим на интерьер и не понимаем, что происходит вообще. Что такое? А где дизайн? А где трековые светильники? Где встроенные двери? Вот эти вот. Плинтус где? Невидимый. Дизайн где? А дизайн именно в атмосфере. Ну, то есть, о чем нам рассказывает ее история? Город, работа, устал, намаялся бедняга, пришел домой. Книжка, гамачок, пальма. Все, я на Гаите. Вы бывали на Гаите? Не были мы ни в какой Гаите. Нас и здесь неплохо кормят. Ну, понимаете, какими-то такими штрихами делаются вот такие отсылки. Все, музыку включил, лежишь, кайфуешь. Я вас разочарую. Даже то, о чем мы с вами говорим, в бюджетном дизайне вам придется потратить деньги. Хотя бы на краску, чтобы покрасить стену. Давайте посмотрим. Вы опять с точки зрения оценки. Я вам сейчас с точки зрения идеи говорю. Когда появляется дорогой интерьер? Давайте раз уж об этом заговорили сразу же. Сразу, чтобы вы обращали на это внимание. Вот сконцентрируйтесь. Когда получается дорогой интерьер? Когда нам как ТЗ выдают вот эти «хочу треки», «хочу рейки», «хочу то», это дорогие приемы, которые мы как бы вынуждены применить в интерьере, но вынуждены, потому что нам это как техзадание дали. И наш интерьер автоматически становится дорогим. Внимание концентрируется именно на этих решениях. Работы принимаются под лупой. «Не нужны мне ваши картины, плитку ровно клади». Сейчас я скажу вот такую фразу, вы ее запомните, она очень важная. Дизайн – это внимание. Так вот, мы, дизайнеры, должны уметь направлять внимание туда, куда нам нужно. Когда мы концентрируем свое внимание вот на этих приемах, мы куда концентрируем внимание? На классно выложенную плитку, на ровный паркет, ну и так далее. И не дай бог что-то криво, я сразу это замечу. Подсветка, стена, светит и так далее. Скажите, пожалуйста, в этом интерьере вы куда смотрели? На стены или на гамак с цветком? На стены нет, да? То есть, внимание ваше переведено на другие вещи. Понимаете? То есть, мы идеи, внимание, утаскиваем и заставляем смотреть на другое. Поэтому мы можем здесь гораздо более просто отнестись к ремонту, но более сложно отнестись к наполнению, к каким-то элементам важным для нас, для нашей идеи. Скажите мне, пожалуйста, что вы чувствуете руками сейчас в нашем окружающем нас мире? Ничего. Пластик. Все гладкое. Стены гладкие, пол гладкий, потолок гладкий, мебель гладкая. Потрогать нечего. А теперь представьте, вы садитесь на диван, и вы можете его пощупать. Ну, к примеру, запустить туда вот всей пятерней, вот в этот мех, и вот в нем раствориться. На улице снег, там идет зима, у вас тут кофеек. И вот вы в этом мху. Ну, кайф же. А вы на чем сидите? На кожаном диване? Вот на этом холодном? Или вот на этом тканевом цвета рогожка? Ну, вот это рогожка. Это максимум, что у нас может быть из тактильных ощущений. Рогожка. Я не против. Ну, короче говоря, мы себя сами обедняем. А на самом деле вот эта тактильная составляющая, она очень мощная. И чтобы понять, а что нам нужно тактильно, тактильно, что мы нам выбрать-то, да? Какие материалы запустить в интерьер? Нам нужна что? Идея нам нужна. Если у вас идея сделать интерьер снежной королевы, то вы какие фактуры будете применять? Стекло наколите за углом и склеите из него кресло, правильно? Чтобы вообще никто не подходил. А если вы делаете, значит, комнату уют-компанию для смешариков, то что вы сделаете? Кругленькие всяких бубликов наделаете, мягенькие, какую-нибудь губочку вообще там, да? Вы чувствуете разницу? Стекло, губка, ну даже вот так вот, не трогая, понимаете? Так вот через это, через просто потрогать, можно добиться просто фантастических каких-то результатов. То есть интерьер-то на вид будет, ну, как бы, ну гамак. Но когда мы глубже погружаемся, щупаем, это уже другой уровень, понимаете? Ну так вот, идем дальше. Здесь что у нас? Солнце навсегда, да? Чтобы не было за окном, у нас всегда будет солнечное настроение, так? А что нужно было для этого? Ну просто взять банку желтой краски и пол покрасить. Почему мы лишаем себя такой возможности? Соответственно, сам по себе интерьер очень простой. Крашеные стены, ну я не знаю, здесь они там выровнены, не выровнены. Ну как бы мы на них уже особо-то и не смотрим. Мы как бы цепляем глазами совершенно другие какие-то истории. А потолок, видимо, как был деревянный, ну так и остался, да? Вот это вообще мой фаворит. Нет, вот эта женщина, которая здесь написана, да, это дизайнер, это же просто, это же мега просто из хрущевки какой-то делать конфетку. Но это же реально, вы посмотрите на санузел. Но здесь даже плитка, мне кажется, 50-х годов, блин. И что она делает? Она что, меняет ее на какую-то там фенди-пирсу? Нет, она берет, подбирает краску, фурнитуру поменяла, текстиль и картина, оп, ну классно же, ну просто кайф. Ну то, что она творит с интерьерами жилыми, я, конечно, вообще молчу. Ну то есть вы посмотрите, вот, например, нами так нелюбимые, особенно старые двери, да, ну такие зашли в панельный дом или там в Сталинку, а там вот эта вот, вот эта деревянная, вот эта фигня в несколько слоев покрашена, да, вот с этими какими-то. Фу, выдрать из скрытого монтажа дверь, вот такое гладкое, чтобы была. Но она так не делает. Она берет их и красит, ну там почистит, наверное. Она их не просто красит, она берет и красным его. Ну что, так же веселее. Вы понимаете? А посмотрите, какая смелая работа с цветом, с фактурами, с текстурами. Какая здесь может быть идея? Смотрите, опять же она, опять же туалетная комната, плитки нет. Но раз нету плитки, значит возьмем и нарисуем. Прикиньте, да? Ну ладно, две банки краски. То есть затраты, да? И мне кажется, что здесь унитаз тоже покрашен. Легко. Сейчас красится вообще все. Вообще здесь какое настроение? Мне кажется, может я ошибаюсь, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что здесь вот любитель каких-то таких итальянских кафешек. И ради этого можно даже использовать, так сказать, шторочки вокруг кухонного острова, а не дверцы. Ну а что нет, в кафешках так может быть, может. В этих семейных итальяшечных. Ну то есть, соответственно, можно так сделать, если задача такая стоит, если это вписывается в нашу идею. Опять она же, не могу от нее, конечно, люблю искренне. Найдите ее сайт, полазите, просто удивитесь. А кстати, кто-то смотрел на ровность стен, пола, потолка? Нет? Да нафиг они вообще не нужны. То есть, мы на этом сэкономили. Кто сказал, что нельзя делать стены из ткани? Вот он сказал, можно. И вот так вот перегородки можно раз из ткани сделать. А что нет-то? Еще и картины сверху повесить. Галерею устроим. А чтобы тему поддержать, еще изголовье вот так вот из огнем. Если вдруг так случилось и у вас нет удачи, ну сделаем ее дома. Зашел в соседнюю комнату и, так сказать, релакснул. Можно еще звуки птичек включить, журчание водички, ну и все, в парке побывали. Да? Согласны, нет? Классно же. Вот итальянцы, ребята, те это вообще любят, умеют с бюджетом работать. Давайте детскую посмотрим, да? Значит, заходите вы в так называемый white box. Да? Что делать? Типа денег нет. Ну сейчас мы тут этот рыцарский лагерь разобьем, из старой бабушкиной кофты там или чего там платье сошьем. И вот вам идея, понимаете, нет? Ну классно же. Ну блин, ничего нету вообще, но вкусно. Ванна. Смотрите, ванна, вот как бы чувак не стесняется и не боится поставить ее за шторы. Не за дверь, за шторы. И разве это плохо? Нет, это классно. У меня такое ощущение, что я какой-то римский патриций или греческий этот, кто-то там, пошел, значит, возлежать. Если посчитать бюджет, ну опять же, да, вот в этом конкретном случае, то это краска, это молдинги на стенах, может быть, да, скорее всего. Это тряпочка и девять картинок. Огонь же. А кто скажет, что это стоит 3 копейки? Ну не сказать же, да, ведь выглядит очень достойно. Вот это вообще два чувака хулиганы просто. Значит, такое творят. Значит, смотрите, что делают. Берут скрытую дверь, кстати, скрытого монтажа, но они ее не просто там краской, значит, как у нас там, или чем-то, они ее ракушками залепливают. Прикиньте, камни и ракушки, они просто взяли и наклеили на стену. Ну я не знаю, насколько качественно приклеено, но как-то сделали. Но выглядит-то огонь. Интерьер. Мало им того, что они на потолок накрутили вот эту вот ленту, которую используют на украшения там магазинов. Ну вот это вот, да, вот это вот колбаса-то светящаяся. Вот вам, пожалуйста, люстра. Вот могли бы вы представить, что можно люстру из этой фигни сделать? А вот можно. А чтобы я там не скучалась, мы еще и стол запузырим вот такой вот, какой-то странной формы. Понимаете, нет? Кстати, шторки тоже на стенах. Когда нет бюджета, кто сказал, что нельзя делить пространство шторкой? Можно. Ну, это не в тренде, но можно. Можно вообще цветом выделить целую зону в квартире или в доме. Вот у вас есть там, например, какой-то, как это называется? Студия. Вот мы сейчас сделаем из нее, значит, двухкомнатную или как-то. Просто с помощью цвета. И шторки. Когда надо, закрылись. Вот я не знаю, он специальный или нет? Ведь он гордину не по прямой приколотил, гад. Она же криво приколочена. Вот как думаете, это специально или нет? Оказывается, так можно было. У нас бы наверняка на такое сказали, ты что наделал, давай по линейке все, да? Но это просто мой любимец, Винсент Доре. Этот вообще, конечно, что творит? Значит, если молдингов нет, то мы их нарисуем. Подумал чувак и нарисовал на стене то, что ему надо было нарисовать. Просто нарисовал. То есть, оказывается, молдинги можно рисовать. Прикиньте. Ну и все, мебель расставил, и типа интерьер готов. С цветочками. Ну, классно же. Но мебель вы же в любом случае купите, правильно? Даже если она дешевая какая-то, ну там, с каких-то денег там, не космическим, ну не знаю. Но можно же цвет выбрать так, чтобы это было вкусно. Итак, идея интерьера. После идеи интерьера, когда мы какую-то там у себя родили, как-то там. То есть, эта идея дальше перетекает в следующие стадии. Это выбор фактур, форм, материалов, цветов, цвета, цветовой гаммы. И приемов, которые мы будем использовать, чтобы, значит, эту идею раскрыть. Вот. Все, это еще раз показываю, как это происходит у нас. Теперь я бы хотел вам показать очень важный момент. Такой, математика называется. Посмотрите, чтобы нам реализовать любой объект, то есть мы проходим, ну, условно там, три этапа, да, три стадии. Дизайн, то есть проект, ремонт, то есть мы должны ручками сделать и укомплектовать. То есть купить все, что нам необходимо для ремонта. И теперь, если посмотреть на бюджет всего этого мероприятия, то я просто называю наши средние цифры, от которых, как бы, да, начинается дизайн проект. Ну, такой классический. Ну, в смысле, не стиль классический, а как бы нормальный, полный, там, когда бюджет там какой-то есть. Получается так, что дизайн, ну, вот первая строчка, которая написана, дизайн, я по нам сужу, пять тысяч за метр квадратный. Дальше ремонт идет, вполне добегает до 60 за метр, ну, это с учетом, там, всех хотелок, там, вот этих вот приемов, да, которые мы используем, которые просит клиент. И комплектация, то есть это материалы, мебель, шторы, там, траля-ля, все это, там, запросто сотка за квадратный метр. То есть, если у вас 100 квадратных метров, ну, вот, перемножайте. Вторая строчка, это идут такие, ну, условно неявные затраты, но они все равно пойдут. То есть, это авторский надзор, который, ну, как бы, он все равно приплюсуется к дизайну. Дальше в ремонте, это, ну, неизбежно появятся какие-нибудь, там, подъем, какого-то материала, там, спуск, ну, какая-то допка какая-то по-любому появляется. И комплектация, это еще черновые материалы, то есть они тоже, как бы, можно считать, ну, я их отнес в комплектации. Итого получается, там, где-то примерно 200 тысяч на метр квадратный, это чтобы под ключ сделать дизайнерский ремонт. На меня многие смотрят такие, ну, не такие реалии. Просто вот, чтобы все реализовать, купить, построить, все выходит в такие деньги. И что примечательно, вот здесь вот я разбил на процентные составляющие. Дизайн занимает примерно 5%, ремонт 30%, комплектация 65%. Но, что примечательно, на что я хотел обратить ваше внимание, несмотря на то, что дизайн занимает 5% всего лишь от общего бюджета, от него зависит, какой бюджет появится там дальше. Вы же поняли, да? То есть, какие решения мы применяем в ремонте, какие материалы мы используем в ремонте, это все зависит от либо дизайнера, либо вас, когда вы придумываете дизайн. Вот такое интересное соотношение. Но часто экономят на дизайне, пренебрегая этим, да? Но игнорируя там. И в итоге получая, как бы, ну, я все не буду, естественно, зачитывать там, да? Но вот здесь, значит, какие, это не все, а далеко, но какой-то такой костяк работ, да? То есть, по дизайну, по ремонту и по комплектации то, что мы закупаем. В дизайн-проект вот несколько пунктов входит, да, там, условно, перепланировка идеи, эскизы, чертежи. Я вообще считаю, в дизайне самое главное – это планировка и идея. Вот, как бы, две составляющие, от которых стоит, можно уже говорить про дизайн. В ремонте, вот теперь, смотрите, наша задача с вами, если мы говорим о дизайне про, так сказать, за три копейки, да, но что-то интересное, мы уже поняли, что нужна идея, а теперь мы должны исключить, ну, то есть, мы же должны правильно задачу поставить себе или дизайнеру, мы должны исключить сразу те работы, те материалы, которые ведут к очень большому удержанию. Причем, вот эти вещи, ну, например, ну, вот крупноформатный керамогранит, ну, в принципе, мне же не так много надо. Ну, как бы, подумаешь там, ну, что переживу я там эти сто тысяч, например. Так думает клиент. Но плюс к этому он не считает, что ему нужно вручную его поднять, потому что в лифт не влазит. А это зачастую стоит столько же, сколько сам керамогранит, то есть, еще сто тысяч. Работа его стоит там в три раза, по-моему, дороже, чем с простой плиткой, да? Потому что специальный инструмент, специальная обработка, его даже потом снова увозят там в какие-то акварезки, чтобы там порезали, на месте его, типа, не порезать. То есть, вы должны понимать, что вот, а, да ладно, что я тут, типа, какой-то один элемент, нифига. Он ведет к комплексному удорожанию. Ну, и поэтому, если быстро пробежаться, да, то мы примерно там две трети списка вообще удаляем на самом деле. То есть, то, что дорого. Мы же понимаем, что мы сейчас стараемся сэкономить там по максимуму, да? Ну, вот прямо вот вообще. Вам же никто не мешает там добавлять. Добавляйте сколько хотите, хоть там до космических далей, что называется. Но если вы хотите экономить, то давайте экономить. Вот вы говорите шумоизоляция, да? Ну, вот, например, на 100 метров там шумоизоляция сейчас такая в круг, там сколько стоит? Миллиона полтора, наверное. Одна звукоизоляция. Вопрос. А как решить вопрос со звукоизоляцией, не прибегая к услугам вот этих дорогостоящих работ? Во-первых, грамотно выбрать планировку и в ней сделать грамотно разделение пространства. Вот опять вот мебелью. Вот есть такое понятие, называется градация интимности помещений. То есть прихожая, туда, куда все могут заходить, кухня-гостиная, ну так удобно гостей встречать. А потом приватные зоны, причем разделены. Дети в одну сторону, взрослые в другую. Не соприкасаясь через тонкую перегородку. То есть вы можете по максимуму решить этот вопрос. Ну, то есть у вас либо совсем со всех сторон там какой-то шум, да? Либо частично. Ну, там через кухню-гостиную, например, там или через какую-то другую. Понимаете, нет? Внутри вы тоже можете этот вопрос решить. Если у вас тонкая перегородка между двумя комнатами, то звуки прекрасно распространяются. То есть должны быть так называемые звуковые буферы. То есть это тоже вот все учитывать нужно в планировке. Это не просто мебель расставить. То есть не решается. Мебель на самом деле, вот когда мы мебель расставляем, мы, конечно, частично решаем этот вопрос. Но вообще это вопрос композиции. То есть, а композиция это как раз основа дизайна будущего. Поэтому мы можем на этапе планировки по максимуму этот вопрос уже решить. Конечно, если она изначально и выбрана удачно. Ну, понятно, что если это муравейник, то там как ни крути. Что остается, когда мы все вычеркнули? Ну, идея остается. То есть нужно придумать что-то эдакое. Используя те инструменты, которые мы немножечко с вами поизучали. Ту насмотренность, которую мы немножко понасматривали с вами. Придумать что-то эдакое. И, соответственно, выдать что-то такое вкусненькое, что будет восприниматься как дизайн вау. И здесь прямо такая очевидная экономия начинается. Когда мы все это повычеркивали, то есть у нас сразу же снижается стоимость ремонта. Но, во-первых, нам не нужны дорогие специалисты. Но где-то нужны. Ну, например, инженерию надо точно делать хорошо. Ну, то есть там электрика, сантехника. Вот прямо должно быть классно сделано. То есть вопросов нет. Ну, а на чем-то там, не знаю, уравнивание стен, установка вот этих дверей, то есть этим можно пренебречь. Опять же, это в отсутствии денег. Когда деньги есть, то вперед. И, конечно же, на комплектации. Ну, то есть на товарах, на материалах, на всех этих мебелях. Ну, кстати, вот на чем бы я не экономил. А чего вы не спрашиваете, на чем я? На мебели, декоре, свете. И, внимание, искусстве. Ну, одна картина может сделать ваш интерьер. Ну, картина в санузле, помните? Хорошее замечание. Ремонт с собой не унесешь, а все остальное унесешь. Продашь. Ну, это вот квартира, когда, например, да, вот ремонт не продается дорогой. Ну, конечно, не продается. Кому он нужен? Дорогой ремонт. Я не отговариваю от дорогого хорошего ремонта. Я люблю их делать. Мы такие делаем. Но сегодня у нас тема, как можно было бы сэкономить. На этом все, друзья. Я готов ответить на ваши вопросы многочисленные, я надеюсь. Вот. Это важно. Чувствую, понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!